Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Таня была новым жителем в этом поселке. Новый год встречала одна в своем доме, поскольку отклонила приглашение друзей отмечать праздник у них. На улице был сильный холод. Девушка смотрела в окно, наблюдая капризы метели, и внезапно увидела, как по ее саду ходит незнакомый мужчина. Она встречала свой 35-й Новый год снова одна. Она отпевала Глинтвейн, размышляя о своей серой монотонной жизни. Девушка совсем недавно сменила городскую жизнь, переехав в коттеджный поселок. Так она воплотила свою мечту жить поближе к природе. Будучи студенткой, она вышла замуж за сокурсника, но через год брак распался. И с того времени Татьяна была одна. Все окружение никак не могло найти причины ее одиночества, ведь она очень красива и может очаровать любого. Но она не проявляла интереса к обычным отношениям, ожидала истинную любовь и верила, что рано или поздно счастье к ней придет. Куранты пробили полночь и вывели Таню из размышлений. Она наполнила бокал шампанским и загадала желание встретить следующий год вместе с любимым мужчиной. Женщина грустно взглянула в окно и увидела непонятное пятно в своем саду. В ее дворике лежало что-то большое, занесенное снегом. Через несколько минут пятно зашевелилось. Татьяна подумала, что сходит с ума. Накинула пальто и направилась во двор выяснять, что там происходит. На снегу лежал незнакомый мужчина, что-то ворчал и не мог встать. Хозяйка поинтересовалась, кто это такой и как он забрел в ее сад. При этом направляя свет фонарика прямо в лицо неожиданному визитеру. Таня поняла, что гость перебрался алкоголем и отметила для себя его довольно молодой возраст. Она понимала, что ей одно его не поднять и пошла за подмогой. Соседи дома не было, пришлось идти на КПП. В будке охраны был свет, но на стуки и призывы Татьяны никто не отреагировал. Ей пришлось возвращаться и поднимать гостя в одиночку. Тот лежал неподвижно, его руки были очень холодными. Девушка собрала волю в кулак и, приложив невероятные усилия, смогла дотащить незнакомца домой и расположить его в прихожей. Внезапно визитер очнулся и стал задавать вопросы о своем местонахождении и удивленно смотреть на Татьяну. Она же гневно отвечала и попрекала его за столь неприятный визит. Гость сам не понимал, как появился в ее саду, ведь он просто провожал друзей, а последующие события выпали из его памяти. Девушка подробно рассматривала лицо незнакомца. Ее восхитили его серые глаза и волевой подбородок. Его лицо излучало доброту и надежность. Ее стали посещать мысли, что именно за такого мужчину можно выйти замуж и прожить с ним всю жизнь. Но Таня отгоняла такие бредовые идеи. Мужчина немного засмущался, признался, что не является алкоголиком и вообще не пьет, а его организм не привык к спиртным напиткам. Татьяна, улыбнувшись, ответила, что поняла это сразу. Возникла некоторая пауза, которую нарушил визитер, назвав свое имя Антон. Таня представилась в ответ. Антон покашливал и попросил у нее чашку горячего кофе или чая. Девушка упрекнула его за беспечность, приведшую к простуде, и пригласила на кухню. Там напоила его чаем с малиной. Через 30 минут они расположились у камина, душевно общались и смеялись. Антон полностью согрелся и отрезвел. Он признался девушке, что с этой ночи является ее должником. Он не понимал, как оказался в ее дворике, как, будучи смертельно пьяным, перелез через забор, но осознавал, что если бы не Таня, то вряд ли дожил бы до утра. Девушка отвечала, что эта судьба разыграла такую комбинацию. Ведь если бы Таня отправилась к друзьям, то не проводила бы ночь в одиночестве и не спасла Антона. И именно Фортуна привела в ее сад. Также мужчина добавил, что отмечал день рождения, который по дате совпадает с новогодним торжеством. Если бы не Татьяна, у этого дня был бы плачевный финал, затем он неожиданно пригласил ее на каток. Девушка призналась, что у нее нет коньков. Выяснилось, что они отсутствуют и у Антона. Но на следующий день он отправился в город и исправил ситуацию. Таня вместе с ним чудно провела время, а вскоре у них начались романтические отношения. Следующий Новый год для Татьяны, он был уже 36-м. И встречала она его со своим любимым мужем, Антоном и дочерью Снежаной. Девушка всю жизнь ожидала счастья, а она сама явилась к ней в сад, причем в новогоднюю ночь. И ее пара запомнит навсегда. А веришь ли ты в удачу? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Субтитры сделал DimaTorzok